Расположите шесть неотточенных карандашей, чтобы каждые два из них соприкасались. Спросите, зачем неотточенных? А вот зачем. Если карандаши будут отточенные, то у вас будет велик соблазн взять в одну точку и съесть карандаши. Понимаете, да? А если они неотточенные, вообще не были еще в тащилке ни разу, то тогда так не получится. А, то есть они прямые? Карандаш это восьмигранная шестиугольная призма. Давайте я объясню, что такое призма. Если у нас есть прорисвольный шестиугольник, в частности основание карандаша. Карандаш, он вполне классический. Карандаш, у него действительно шеягранная, да? Шестигранный карандаш. Так вот, есть еще такая, и если бы у меня была точно такая, всего было бы восемьгранных. Призма получается очень просто. Если вы проводите вот так вот отрезть. Всем понятно? Так, я здесь еще ничего не видел, почему-то не стал. Ну, немножко криво получилось, но ничего. Смысл такой. Верхний шестиугольник строго такой же, как нижний. И здесь, ну, если это будет немножко поменьше, то, собственно говоря, это и будет карандаш. Согласны? А вопрос? Да. А надо, чтобы они все соприкасались? Каждый карандаш должен с каждым соприкасаться. Вот у вас неправильно. Потому что у вас некоторые карандаши соприкасаются, да? Да. Никакой. Обратите, пожалуйста, внимание. Никакой. Что? Не может. То есть двойное отрицание, да? Ну, правда, в одном случае не, в другом случае не. Удивительно, но даже от людей, публично вступающих, иногда можно услышать. Любой человек не может. Догадайтесь, откуда это идет. Откуда в наш язык? Вот этот обычай, говорите, скажем. Любой человек... Боскоренное, что ли? Нет, самое что-нибудь новое. Может, иностранное? Иностранное какое? Ну, на самом деле, из всех языков для нас главнейшим является... Английский? Английский, конечно. Конечно, конечно, английский. А в английском что? Нет такой системы. В английском языке вот этой конструкции никакой не может, ну просто нет. Там один раз говорят отрицание, один раз ставится слово «не» и все. Ну, а так все понятно. Люди начинают подражать английскому, считать, что иностранный язык это лучше. В стандартном русском языке, на котором мы с вами пытаемся разговаривать, правильная конструкция никакой не может. А можно сделать так, как карандаши маленькие, как иностранный язык это лучше? Ну, что значит, задача не сказанная. На самом деле это не нужно. На самом деле, в естественном решении этой задачи все карандаши одинаковые длины. Подсказка. Мы все еще находимся в той же самой теме, которая началась с задачи беспечный. Пока вы пытаетесь просто так решать, вы только потратите время. Это вот несколько специально подобранных задач на одну и ту же мысль. Поэтому, пожалуйста, вспомните конструкцию со спичками, где у нас три спички лежали так, что в уголовке. И подумайте, нельзя ли именно эту конструкцию каким-то образом использовать. Идея положить карандаши треугольником, она, конечно, замечательная. Каждая из них будет соприкасаться с каждым. Но когда вы возьмете второй треугольник и попытаетесь положить его на первый, боишься, ничего хорошего не будет. Обращаю внимание тех, кто смотрит интернет-запись. В отличие от школьников, в которых с пушка никуда не убежать, у вас есть возможность взять ее и ее остановить. Дальше всей семьей заняться раскладами карандаши. Остановить на день, на два. Вообще, ребята, на самом деле очень маленькое количество людей так умеет, но это очень эффективный способ учебы, когда у вас много нерешенных задач. Вот очень важно уметь останавливаться, очень важно уметь бросать заниматься каким-то делом, но бросать не так, что я походил на три занятия кружка и больше никогда в жизни уже не приду, а бросать, в смысле приостанавливать. Дело в том, что наш мозг все равно продолжает работать над задачей. И если вы много, даже не обязательно по одной науке, но задач много, ну, что-то много, ну, несколько, может, больше одной, то бывает, что это эффективно. Не всегда надо до идеала доводить. Я вам больше скажу. Очень важно понимать, что когда вы занимаетесь изучением чего-то, то невозможно выучить предмет на том же уровне, на котором вам его преподают. То есть, когда вам что-то рассказали, когда вас чему-то научили, и требуют в точности то же самое повторить, это на самом деле совершенно ужасно. Потому что всегда есть при передаче знаний, при передаче умений, извините, как в технике коэффициент потери, да? Вот если, я не знаю, учитель в музыкальной школе вас учит, наверняка он научит вас хуже, чем умеет сам. И в этом нет ничего страшного. Наверняка, вот я на этом кружке расскажу про эту задачу хуже, чем я ее понимаю сам. Прогресс происходит не за счет того, что вы 100% все воспринимаете, а за счет того, что потом у вас будут какие-то другие кружки, другие преподаватели, другие книги. И даже если вы восприняли не все, важно, чтобы вы восприняли достаточно большую часть. У меня вот в голове крутится, где... Можно крутится где угодно, а нам нужна картинка. А зачем рисовать? Карандаши. Вы можете взять. Соедините сторонами карандаши. Какими сторонами? Вот этими. В смысле, проточить в них какие-нибудь такие... Ну, соединить вот так. А, то есть вы хотите сказать, что положить карандаш, рядом еще один карандаш, да? Ну, смотрите. Смотрите. Вот если у вас есть один карандаш, то вы, конечно, замечательным образом сможете к нему приложить второй. И даже третий. Три карандаша, таким образом легко прикладываются. Действительно, каждый с каждым прикасается. Я могу только на карандашах. Покажите. С карандашами у нас проблем здесь нет. Вперед, вперед. На карандашах, значит, на карандашах. Возьми карандаш. Давайте размышлять. Значит, внизу два карандаша лежатых, тушьки касаются. Это значит. На них два карандаша лежатых, тушьки касаются. А вот дальше забавная вещь. Положили два карандаша, так, чтобы они касались здесь. Посмотрите. Эти два зеленого карандаша не касаются. Потому что они лежат с наклоном. И как раз зеленый карандаш не имеет ни одной общей точки. Идея замечательная, но, к сожалению, вот эти два наклона карандаша, коричневый такой и белый, с надписями, зеленого карандаша не касаются. Так, все, разбирайте карандаши. А, я понял. Я понял, дайте мне карандаши. Слушайте, она хорошую мысль придумала. Эти три карандаша положить так, как нарисованы. Три карандаша положить так, как нарисованы. А дальше эти три тоже положить так, как нарисовананы. И в каком-то смысле одно вставить в другое. Вот давайте думать. Если просто так приставить, к сожалению, ничего хорошего не будет. А вот можно ли как-то сделать... Давайте попытаемся с разбегом. Так, вот у меня желтые и зеленые карандаши пошли. Они так, здесь, здесь пока тоже хорошо. Так, давайте я кладу. Смысл такой. Кладем желтые и зеленые. Они тут вдруг касаются торца. Это нормально. Дальше кладем вот так вот. Синий и красный. Ой, какая жалость. Какая жалость. Красный карандаш не касается зеленого. Видите? Лоб. Не получилось. Не, можно, можно, пожалуйста. Да вы говорите о вашем деле. Все, вот эти два уже не касаются. Следующий. Уже все. Если вы кладете три карандаша в адрес, то они уже не касаются. Ребята, давайте я все-таки повторю картинку, которая здесь уже была. Вот это один карандаш, это второй карандаш, а вот это вот третий. Так положить карандаши очень легко. И каждый из них будет при этом соприкасаться с каждым. Смотрите, это действительно очень легко. Вот так и вот так. Абсолютно понятная картинка возникла из задачи о спичках. Там подкладывали, а здесь просто положили. Чуть-чуть подумайте. Нужно наложить второй, еще один, вот такую же конструкцию на белую. Нужно красную, такую же конструкцию наложить сверху. Да. Так, чтобы каждый из красных карандашей касался бы и каждого красного, и каждого белого. Сделайте у себя в тетрадях. Не надо на карандашах, лучше писать в тетради. Если бы тетрадь в тетради сделала, ручка неудобно писать. Не того-то время. Удобно. Надо действительно одни карандаши нарисовать одним взлетом, а другие другим. Вот я уже готов рисовать. Абсолютно такая же картинка. Ребята, вы заметите, насколько быстро развивается техника. Я очень хорошо помню, как в 2003 году мы делали сайт Малого Мехмата. Я и Александр Петрович Карпов. Сейчас он уже на Малом Мехмате не работает, но тогда он был начальником Малого Мехмата. Так вот, и мы очень хорошо понимали, что скорость передачи информации такие, что не только видеофайлы, но даже, собственно, текстовые файлы, надо стараться, чтобы были поменьше, вот, сейчас, сколько лет прошло? Ну, сколько, семь лет, да? Прошло семь лет. И мы уже не боимся по интернету передавать вот такие вот огромные видеофайлы. Еще пройдет несколько лет. И проблемы, которые нам сейчас кажутся, вот, файл большого объема, будут совсем смешными. Это замечательно. То есть техника просто на протяжении моей жизни, и даже не всей жизни, а на протяжении последних 10 лет, развелась настолько, что изменились, принципиально изменились условия работы. Я очень хорошо помню, когда был школьником, то чертежи по геометрии, циркульных линий, сейчас есть программа уже в геометрии. Это принципиальное изменение всего после преподавания математики. Пожалуйста. Надо делать... Ничего страшного. Пусть рисует. В тетради это получилось рисовать? Да. Рисуйте, рисуйте. Ну, все. Правда, рисуете. Ну, вот, все. На самом деле, к сожалению, не все. Дело в том, смотрите, вот. Вот этот карандаш у вас не пересекается с этим. Правильно? Каждый карандаш, конечно, можно. Каждый карандаш должен с каждым другим. С каждым, не с некоторыми, а именно с каждым. Хорошо. Милее, быстрее. Так, замечательно. Ой, все, к сожалению, уже все. Потому что этот карандаш с этим не касается. Каждый с каждым. Когда вы проверяете свое решение, то поймите, в математике слова имеют смысл. Если сказано, каждый с каждым. Значит, так, и мы видим вам. Неправильные решения тоже важны. Неправильные решения, на самом деле. Тоже надо знать. Тоже надо смотреть. Так, отлично. А вот где я знаю, из этих двух карандашей, какой выше, какой ниже? Вот смотрите, когда я рисовал карандаши, то они были строго в одной плоскости. Я их положил так, чтобы они лежали, и один упирался на другой, да? Как вы рисуете, придется, чтобы один был выше, а другой ниже. А это страшно. Потому что, в результате, его перекосило, и все. Так, давайте я саду картинку. И поверх вот этого слоя, поверх трех карандашей, вот этих белых, так, дальше. Давайте, вот переселся со всеми тремя. Давайте, давайте, давайте. Так, и? Садитесь, пожалуйста. Давайте, давайте. Давайте, ну, во-первых, конечно, здесь вот не очень хорошо видно, где-то белое, где-то, но это простимо. Давайте проверять. Значит, каждый из белых касается, каждый белый, это правда. Красный, ну, то же самое, каждый, каждый. Теперь проверяем. Красный отрезок пересекает эту белую, эту, и там, тут, это что-то, нормально. Другой красный отрезок, белый, белый, белый. Ну, конечно, на самом деле, надо было все нарисовать не совсем так, а вот так, значит, белый отрезок. Я не понимаю, почему вы не могли дальше верить в красоту места. Рисовать красный треугольник. Здесь же конструкция начинается с белого треугольника, правда? Давайте рисуем красный треугольник. Вопрос, как? А мы просто повернем каждую из точек, которые у нас здесь есть, белые. Ну, не очень сильно. Повернули. И вот так вот. Вы согласны, что у меня появился красный треугольник? Да, у меня появился красный треугольник. Теперь, мне интересно, нужно мне какие отрезки, чтобы были пересечены? А, я вижу, какие. Мне нужно, чтобы вот этот пересекался бы с этим. Да? Ничего хорошего. Потому что, если я буду продолжать туда, то не пересечется. То есть, я буду продолжать туда, то тоже что? Ничего не пересечется. Не пересечется. И что делать? Самое могучее оружие. Рябка. Рябка. Стираю вот эти вот белые отрезки. Заметьте, когда я рисовал красный треугольник, я ни о чем не думал. Ну, вернее, если честно, я думал о том, как сделать, чтобы это не получилось. А теперь беру и провожу вот так. Так. Дальше. Куда? Сюда? Нет. Да? Да. Ну, вот эта картинка мешается, поэтому я ее уберу. Договорились? Угу. Это нормальные белые карандаши? Да. Ну, может быть, немножко криво, но... Вот. И что дальше? А дальше очень плохо. Дальше вот этот вот красный отрезок. Продолжаю сюда. А вот этот красный отрезок продолжаю сюда. А этот красный продолжаю куда? Сюда. Сюда. Заметьте, я практически не старался. То есть, смотрите, какая история. Я сначала нарисовал белый треугольник, после этого каждую из его вершин немножечко повернул, сдвинут. Получился вот такой треугольник, да? А дальше я задал себе вопрос, как сделать, чтобы продолжения хорошо пересекались. И понял простую вещь, что вот здесь, если провести так, здесь провести так, то они пересекнутся. Поняли идею? Да. И вот, вот она конструкция. Там даже есть еще продолжение этой задачи. Правда, в этой книжке его нет, но на самом деле у задачи есть продолжение. сделать, чтобы карандашей было не шесть, а семь. Совершенно замечательная простая мысль. Вот этот треугольник мы на самом деле можем брать в какой-нибудь любого размера. Да? Надо взять и подобрать вот так, чтобы карандаш вот так вот стоялся. Седьмой карандаш. Шесть карандашей будут вдоль плоскости доски, а седьмой – перпендикулярный. То есть, берем один карандаш, а вокруг него, касаясь, три штуки. И потом в противоположную сторону. Видите, да, что красные закручены против часовой стрелки, а белые закручены как? Полчасовой стрелки. Замечательно.